Юрий Поляков представил своего нового первого заместителя Сергея Петрова. Он курирует вопросы, связанные с санаторно-курортным комплексом, капитальным строительством, а также работу муниципального контроля. По поручению главы он выезжал в сельские округа. Очень негативное впечатление сложилось по станице Анапской. Это въездная группа, это рынок, который у нас находится, Николаевский, практически в неухоженном состоянии. Потом вот эта правая сторона, весь торговый сектор, то же самое. И складывается впечатление, что покосить даже в самой сельской администрации у нас нет сил и возможностей. Станица Анапская – это ворота курорта. Есть вопросы и к селу Витязево. Юрий Поляков потребовал навести там порядок, а впредь действовать системно по всему муниципалитету. У нас есть закрепленные за улицами управления, люди, отмониторить и создать такие дорожные карты по улицам. Всем управления, закрепленных за улицами, отмониторить все улицы, отфотографировать все улицы, объекты, которые плохо выглядят, в порядок привести, где мусор, где брошено все, и навести там порядок, и уделить внимание Витязево. Еще одна зона особого внимания – поселок Малый Утриш. Там отдыхают туристы, однако меры пожарной безопасности должным образом не соблюдаются. Юрий Поляков поручил известить об этом собственника земли, Краснодарский лесхоз, а также обратился к полицейским. Существует там два таких слабеньких магазинчика, которые позволяют себе торговать в буквальном смысле всем. Я попрошу вас, дайте команду участковому прямо до конца сезона поставить на контроль этот населенный пункт, что там происходит в нем. По словам полицейских, сегодня нарабатывается практика по воздействию на нелегальных таксистов, а также посредников, которые предлагают снять жилье. Два административных материала находятся в суде. На очереди еще около двух десятков. Есть все шансы, что процесс встанет на поток еще до конца текущего сезона. Нестандартных решений требуют нестандартные же задачи. Накануне при участии общественников в самом центре курорта выявили мобильную шашлычную. Только за выходные владельцу выписали три административных протокола. Вот это просто на муниципальной земле, прямо не кафе, да, не заводится? Да, на тлане, не заводится машина. Нормально. Шашлычник, по информации, хистов, живет на 60 метрах от этого места, где торгуют, очень удобно, подъехал на ночь, встал. Выполнено еще одно задание главы курорта. Службы начали мониторинг с воздуха состояние автомобильного движения на самых оживленных анапских улицах при помощи квадрокоптеров. Наблюдения, которые продлятся до середины сентября, будут обобщены для выработки решений по оптимизации дорожного движения в Анапе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.